Старая история на новый лад. Режиссер-хореограф из Литвы замахнулась на Уильяма нашего Шекспира. В Москве поставили знаменитую трагедию о венецианском Мавре. В этот раз героям предстоит станцевать перед зрителями. Маргарита Шила о происходящем на сцене и за кулисами. Шекспировские страсти языком тела. Хорошо знакомая история звучит по-новому, точнее движется. Музыка экспериментальная, слов никаких. Артистов драматических режиссер заставила танцевать. Что мне пришлось пережить за это время, сколько мне пришлось всего перестрадать, пересмотреть себе, перебрать заново. То есть фактически я начал, ну как бы опять пошел в Щукинское училище и снова, так сказать, начал осваивать профессию. Венецианский Мавр вне Венеции. Постановка нарочно лишена примет места и времени. История универсальна, потому и актуальна. Пластическое воплощение с эмоциональным надрывом. Страстная тела сменяет добродушие на жестокость. Его доверчивость порождает ревность. Без демона, как выражение гармонии, юна и прекрасна. Всегда рядом коварный яго. Хороводит интриги, разобраться в которых едва ли под силу. Я просто хотела сказать, показать, что может чувство сделать человеком, как его разрушить. Если бы спросить у людей, какие они чувства испытывают больше всего, вот назвать там пять каких-то самых ярких, ревность вошла бы туда. Не балет и не драма. Спектакль на стыке жанров. Ставили его четыре месяца. Репетировать, чтобы проникнуться духом сюжета, хореографы и артисты поехали к морю. Море и на сцене в исполнении кардебалета студентов Щукинского училища. Через минуты они же играют военных, а позже воплощают темные мысли, съедающие душу главного героя. На сцене полный минимализм. Единственная декорация, конструкция, которая одновременно корабль, якорь и просто люстра. Абстрактно и символично. Черный цвет, как ощущение тревоги и предчувствие трагической развязки. В белом только Дездемона. В ее движениях легкость, нежность и трепет. В круговороте людских пороков она единственная безгрешна. Актриса Ольга Лермон признается, ее героиня научила быть всегда честной. Наверное, мы все были такими когда-то, но с каждым разом мы как-то больше все узнаем и перестаем быть Дездемонами. Коварство и любовь, предательство и ревность, нежность и безжалостность. В этом многообразии чувств каждый увидит свою историю, уверена автор спектакля. На откуп зрителю клубок перипетий, распутав который, он непременно что-то отыщет в глубине самого себя. Маргарита Шилла, Александр Исаев, Владимир Афанасьев и Андрей Бакашев. Первый канал.